здравствуйте уважаемые люди мира я марина и это мой канал стартап human сегодняшнее видео про то как я заболела ковидом во время поездки в эту южноамериканскую страну я сейчас нахожусь в гостиничном номере на карантине уже три недели не выходя из него как я здесь очутилась мой бойфренд поехал по работе в командировку и я попросилась с ним потому что у меня есть возможность работы в удаленном режиме мы сделали тесты перед вылетом и они были отрицательные то есть у нас не было к вида летели мы на трех самолетах в течение двое суток тяжелые были очень перелеты устали потом ехали на машине три часа ночью через горы и озера и в конце концов приехали в эту гостиницу по специальному разрешению въезда в эту страну мы должны были сделать пять разных тестов пять дней подряд перед тем как мы выйдем из этой гостиницы и к сожалению на пятый день у моего бойфренда обнаружили ковид у меня обнаружили его на восьмой день мы конечно же думаем что мы заболели заразились в аэропорту поскольку там было очень много людей и или же конечно на самолете одно из двух как только нас обнаружили у нас обнаружили ковид нас разделили расселили по двум разным номерам на 14 дней каждого на карантин и с учетом что нам будут приносить еду и ставить ее на стул у входа в номер три раза в день за счет компании моего бойфренда все конечно оказалось не так как я думала а думала я что я здоровый человек и у меня вообще не будет никаких симптомов все очень легко перенесу и за эти две недели сделаю очень много интересных видео поработаю на славу к сожалению пролежала постели почти все время и у меня были очень тяжелые симптомы по сравнению с моим бойфрендом все началось просто с недомогания боль в горле как будто ангина потом температура поднялась был жар началась ломка в теле и теперь я понимаю илью муромца у которого силушки иссякли из-за колдовского зелья или какого-то вируса потому что действительно силы исчезают моментально температура поднималась опускалась и казалось что вот-вот станет лучше но на восьмой день стало намного хуже и я попросила гостиничного работника купить мне мед для горла чтобы пить с чаем и лекарство под названием таллино он принес лекарства с другим названием сказал что это то же самое что таллино но местного производства когда я приняла это лекарство мне стало намного хуже у меня начались очень сильные мигрени продолжался жар и в принципе я не могла даже смотреть телевизор но на 10 день наконец-то я почувствовал слегка некоторые улучшения хотя до сих пор еще была боль боль в горле и чувствовался какой-то жар наконец-то я включила телевизор и узнала что там 80 программ на испанском в свободное время я смотрела за окном на людей шагающих по улице в летней одежде поскольку здесь лето и на улице 30-34 градуса днем еще моя душа на было открыть окно ночью и послушать пение птиц поскольку в саду гостиницы оказалось их очень много и они почему-то собирались около бассейна по вечерам и устраивали там посиделки в итоге моего бойфренда выпустили через четырнадцать дней хотя у него до сих пор кашель и должны уже скоро выпустить меня я могу сказать что я конечно этого не ожидала что произойдет в наши поездки но я сказала слава бы френду давай напишем 30 вещей положительных которых мы можем найти в этой ситуации когда я буду сказала ночью возмутился потому что 30 вещей казались ему просто перебор но в итоге мы все-таки нашли 30 и некоторые из них я написала под этим видео желаю вам крепкого здоровья и в любой ситуации находить что-то позитивное потому что ни одна из них не может быть безысходной поскольку вы еще живы счастливо